МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия дневной выпуск информационной программы Республика. Об основных событиях к этой минуте вам расскажут наши корреспонденты и я, Татьяна Молокова. Глава Чувашия взял под контроль реализацию инвестиционных проектов в Республике. Теперь Михаил Игнатьев будет принимать личное участие в обсуждении проблемных вопросов в этой области. На первом совещании обсудили перспективы расширения производственных площадей компании Чета. Планом предусмотрено возведение двух корпусов для создания электротехнического оборудования по программе импортозамещения. Новое производство должно привлечь порядка 140 миллионов рублей инвестиций. На предприятии появится около 70 новых рабочих мест. Для реализации проекта потребуется дополнительный земельный участок в 2400 квадратных метра. Руководство Чета обратилось к администрации Чебоксар с просьбой предоставить его в аренду еще в январе. Однако решение этого вопроса затянулось. С учетом того, что у вас был, смотрел, на самом деле честно работаете, вопросов нет, благодарю вас за эту работу. Должны, в общем, очень грамотно подойти и решить, разрешить все те вопросы, которые у вас возникли. Вот самое главное. Михаил Игнатьев также отметил, что в республике должны быть обеспечены все условия для реализации инвестпроектов. По результатам совещания вопрос о выделении земельного участка компании Чета будет решен в течение 5-6 недель. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. Компания Чета входит в электротехнический кластер Чувашии. Одно из значительных событий для предприятия этого направления выставка Relav Expo 2015, которая прошла на днях в Санкт-Петербурге. Форум зародился в Чебоксарах 3 года назад. За несколько лет собрал силы, у него появились постоянные участники. Мероприятие стало значимым событием для специалистов электротехнической отрасли. В этом году форум расширил горизонты. Санкт-Петербург выбран не случайно. Здесь находятся непосредственные потребители продукции чувашских компаний, предприятия электротехнической отрасли. А релестроение – один из важных ее сегментов. Одним из ключевых событий форума стало подписание соглашения между электротехническим кластером Чувашии, куда входят ведущие отраслевые предприятия региона и Федеральным испытательным центром электротехнического оборудования. Наш центр сертификации стандартизации испытаний войдет в состав независимой ассоциации испытательных центров. В столице Чувашии будут испытывать высоковольтное оборудование. Сегодня создается федеральный испытательный центр на территории Санкт-Петербурга. Он будет крупнейшим на территории России. Но очень важная, но из ключевой задач этого центра – это объединить все компетенции, существующие в России по этому направлению, для того, чтобы в дальнейшем обеспечивать и программу импортозамещения, и представление России на международном уровне. А мы в Чувашии создаем сегодня центр по испытанию вторичного оборудования, где именно собрались основные производители этого оборудования. Отличительной чертой Релав-Экспо и других подобных форумов специалисты считают сочетание выставки и научно-практической конференции с рабочими совещаниями и круглыми столами. Организаторы Релав-Экспо-2015 отмечают количество заявок, но участие в форуме с начала его проведения серьезно выросло. Кроме того, активнее стали участвовать представители среднего и малого бизнеса. Именно на них государство делает ставку в условиях политики импортозамещения. Участниками Релав-Экспо-2015 стали порядка 80 компаний. География форума выходит далеко за пределы России. Сербург для нас интересен тем, что там находятся также наши коллеги, отдельные эксплуатирующие организации, которые также используют наше оборудование. Поэтому был смещен в сторону северо-западного региона для того, чтобы расширить в том числе и свои горизонты, пообщаться с научной школой. Там сильнейшая научная школа в Петербурге. И наши технореи, наши научные деятельности, а сегодня они представляют в каждой из организаций примерно от 25 до 30 процентов, они могли пообщаться, наладить общие сотрудничества, общие точки вектора развития. И вместе с сетевой компанией, вместе с компанией «Россети», с «Росгидро» определить приоритеты развития отраслей. Такое прямое общение разработчиков, производителей и потребителей поможет сориентироваться и понять, чего ждать друг от друга, считают специалисты. А для реализации политики импортозамещение – это, пожалуй, самое главное. С 1 по 10 мая закроют для движения Марпасадское шоссе. Там пройдут масштабные работы по расширению дорожного полотна и переносу коммуникаций. Сегодня подрядные организации собрались на месте предстоящих работ, чтобы рассказать журналистам, почему водителям придется искать пути объезда. С 1 мая здесь начнется масштабная реконструкция. Работу будут вестись и под землей, и на земле, и в воздухе. Специалисты Чебоксарского водоканала начнут работы по переносу перекладки действующей водопроводной сети методом горизонтального бурения. В максимально сжатые сроки, не стесняя и не сжимая других застройщиков и подрядчиков, чтобы быстрее проложить, как говорится, трубопровод, уйти с этого участка и потом вести работы по переключению. В это же время начнутся работы по созданию ливневой канализации. Будет уложено почти 2 километра сетей. В укладке ливневой канализации, общий объем ливневой канализации, километр 700, будет проложена, значит, новая система с водоотводом, который будет обеспечивать более эффективный отвод воды с проезжей части. Кроме того, планируется расширить проезжую часть на участке длиной в 700 метров. Шоссе станет шире на две полосы, обустроят разделительное ограждение. А рядом с остановкой общественного транспорта «Текстильмаш» начнется строительство наземного пешеходного перехода. Александр Гаврилов, Алена Алтухова, Расиль Мухаммедов, Республика. Депутаты городского собрания Шумерли приняли заявление главы администрации муниципалитета об отставке по собственному желанию. Заявление Любови Дмитриевой было рассмотрено на внеочередном заседании собрания депутатов. Ее полномочия будут прекращены 15 мая 2015 года. Исполнение обязанностей главы администрации города возложено на первого заместителя по экономическим и финансовым вопросам Елену Туличеву. Депутаты также рассмотрели вопрос о создании комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации. В Чебоксарах открылась новая подстанция скорой медицинской помощи. Она расположилась на улице Гагарина в спальном районе. И добираться по вызовам будет гораздо быстрее. На новой подстанции побывала и наша съемочная группа. Много лет врачам, фельдшерам и водителям автомашин подстанции Калининского района скорой помощи приходилось ютиться на первом этаже одного из жилых домов, что вызывало неудобства в работе. Выезды в любое время дня и ночи, шум – такое соседство вовсе не радовало и жильцов. Теперь об этих проблемах можно забыть. Благодаря удобному расположению подстанции сократится время прибытия бригад скорой помощи на вызовы. Не забыли и о медработниках. В новом здании есть не только отдельная диспетчерская, но и комната отдыха, кухня и душевая. Плюсы для пациентов в первую очередь – это доезд машин скорой помощи, это первый плюс. А второе – сотрудник, который квалифицированно отдыхает, он же становится добрым, он приезжает на вызов улыбающийся, у него все хорошо, он знает прекрасно, что он с вызова приедет в нормальные бытовые условия, отдохнет и с хорошим настроением поедет на следующий вызов. Улучшение условий труда и отдыха медицинских работников, хорошие выездные пути и транспортная развязка – все в целом дает положительный результат. Как отмечают в Минздраве, жители Калининского района получат качественную и своевременную скорую медицинскую помощь. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. В Чебоксарах завершили расследование в отношении двух молодых людей, которые пытались везти на территорию республики 100 граммов спайса. Они обвиняются в попытке незаконного сбыта наркотических веществ. По данным Пресс-службы Следственного управления Следственного комитета России по Чувашии, в ночь с 4 на 5 июня 2014 года в городе Ночбоксарске сотрудники УФСКН России по Чувашии остановили автомобиль, в котором находились обвиняемые. В ходе обследования салона машины в нем было обнаружено и изъято около 100 граммов спайса. Злоумышленники приобрели его у неизвестного им лица в Казани и забрав из расположенного там тайника, излив город Чебоксары для последующего сбыта. Кроме того, по версии следствия, 18-летний обвиняемый уже в одиночку еще 6 раз пытался сбыть более 7 граммов спайса, осуществляя закладки в тайниках, расположенных в различных местах в городе Чебоксары и предлагая его приобрести в интернет-чатах. Однако реализовать задуманное до конца он не смог, поскольку указанные наркотики были изъяты сотрудниками правоохранительных органов в рамках проводившихся оперативно-розыскных мероприятий. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Московский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу. Не ловись, рыбка не большая и не маленькая. С 10 апреля на территории Чувашии на 2 месяца ввели запрет на вылов всех видов рыбы и ракообразных любыми видами орудия, кроме одной поплавочной удочки. Прошло чуть больше двух недель, а в республике уже задержали подозреваемых в браконьерстве. В городском районе поставили 30-ти метровые сети на реке Большой Аниш. Об этом в правоохранительные органы сообщил местный житель. Оперативная группа, которая прибыла на место, задержала мужчин 48 и 59 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей или даже до двух лет лишения свободы. В Чувашии на территории Чебоксары Батревского района введен особый противопожарный режим. В столице он действует с 25 апреля по 15 мая, а в Батревском районе до особого распоряжения. Сотрудники МЧС России просят жителей соблюдать правила и требования пожарной безопасности. Нарушение грозит крупными штрафами. Всего с начала года пожарные республики 81 раз выезжали на тушение сухой травы. В Доме дружбы народов в Казани прошел финал республиканского конкурса Чувашской рекрутской песни. Фестиваль посвящен 70-летию Великой Победы. Не растерять давние традиции – вот главная идея конкурса. С этими песнями провожали на фронт и встречали победу. Их с давних времен называют рекрутскими. Много веков они передавались из поколения в поколение. На Руси мужчины служили в армии 25 лет. Уходили и не знали, вернуться ли. Это придавало песням особую грусть, душевность и трагичность. Солдаты всегда помнили их мотивы и знали, что их ждут и помнят. Конкурс рекрутской песни прошел в первый раз, но судя по количеству участников, интерес к нему немалый. В итоговом концерте выступили 300 человек и 14 вокальных коллективов. Среди них и дети, и молодежь, и представители старшего поколения. Это говорит о том, что во многих селах традиция петь рекрутские песни, провожая в армию, сохранилась до сих пор. Для многих участие в конкурсе это вовсе не желание занять призовые места. Главное сохранить традиции народа, успеть передать их молодому поколению. И этот конкурс далеко не последний. Обладателем гран-при конкурса стал фольклорный ансамбль «Хаваз» из села Акиреево Теремшанского района, которому организаторы вручили тульскую гармонь ручной работы. Это вся информация к этому часу. Полную информационную картину дня в вечернем выпуске программы «Республика в 20.00». С Ольгой Пановой. А с вами прощаю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин